здравствуйте хочу показать вам результат что у меня получилось как я наращивала корни у своей орхидеи моя орхидея посмотрите на кого она похожа это можно сказать не орхидея была кусочек тряпочки листочки она сбросила тургор потеряла в общем никакая можно было бы ее просто выбросить но я решила за нее бороться борюсь я уже давно посмотрите результат проявляется зеленый листочек ой корешочек извините видите я очень рада этим результатом тургор она не набирает но корешочек начинает пускать и шейка перестала гнить дальше а сейчас вам расскажу как я добилась такого успеха посмотрите я купила реанимашку как вы все знаете если кто смотрит мои видео я все время экспериментирую с реанимашками но люблю я это дело спасать орхидеи что могу сделать здорово орхидею можно купить дети любоваться ней но у меня желание помочь таким вот умирающим орхидеи com выжить и я стараюсь применяю все силы конечно трачу деньги на препараты вот этот например препарат мне очень помогает это hb101 он не во всем помогает ним я спасаю все свои орхидеи я беру одну капельку этого препарата на литр воды капаю водичку и реанимирую свои орхидеи сейчас конкретно расскажу про эту орхидеи стояла она у меня в этом препарате вот водичка на литр воды я разбавила одну капельку налила воды затем орхидеи она очень 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 вялая я ставлю вот таким образом три дня она у меня стоит шейкой дотрагиваясь водички не полностью погружена а слегка вот так как вам показать сейчас покажу дотрагивается стакан жалко мне непрозрачный ну ничего видно вот до сюда вода и она кончиком дотрагивается не сильно затем три дня я ее ставлю вверх ногами листочком то есть верхняя часть шейки просыхает а а листочек питается и затем обратно прошло три дня вот так водичку струсила и ставлю вниз и и таким образом у меня получается вот видите из такой тряпочки уже можно было бы отправить ее в орхарай не листочка нет нового ничего корни стволик почернел но она у меня хочет жить вот видите проявляет признак жизни значит мне удалось ее спасти я очень рада этому другие препараты я не применяю на этой орхидейки только hb101 если кто хочет попробовать попробуйте если не верите не пробуйте я никого не заставляю я просто показываю свои результаты которым я очень-очень рада посмотрите я прям не могу нарадоваться этому корешочка прямо не влюбуюсь хороший результат и сейчас вам покажу другие орхидейки реанимашечки тоже применяла этим препаратом поливала сейчас это уберу в сторону вот посмотрите орхидеечка это белая орхидейка с пятнистыми листиками я ее купила тоже как реанимашка она была очень-очень зачухана этот листочек что-то на нее или погрызла не знаю уже отвредителей актарой пролила но она пустила смотрите цветоносик и посмотрите какой жирный корешочек она пустила и все нравится она стояла у меня в воде а это я ее вчера посадила на дно керамзит вот эти корешочек чтобы было видно сбоку и сверху кору сухую поставила я ее еще даже не поливала она у меня стояла в препарате это только пересадила вот посмотрите результат она конечно не такая была вялая как там и орхидеечка но ничего ведь как она выжила шикарно какой она шикарный пустила цветонос будет цвести белыми махровыми цветами не очень крупные они такие но их очень много я не знаю как это мультифлора называется да мультифлора а сейчас я вам покажу вот орхидейка которую я неудачно отделила от мамки и она тоже нарастила мне корешки ты тоже ее посадила одновременно с этой орхидейкой тоже на дно керамзит сверху кора еще не поливала вот видите это она держала ее в этом растворчике и она тоже вот корешочки хороший опустила листочек растит это все реанимашечки видите они хорошо себя чувствуют сверху я поставила сухой абсолютно сухой мох это живой это не сфагну муха он просто почернел уже так как прошло время и он изменил свой цвет вот такие реанимашечки у меня дома а это сама мамка который я отделяла вот эту детку сорт называется кимоно я отделила прикорневую детку она пустила новую детку из центра роста у нее было загнил центр роста я ее лечила долго спасала и она решила продолжить центр роста и пустила цветоносик посмотрите какой хороший она мне тоже зацветет то есть эти листочки уберутся старые этот уберется и можно будет посадить ее немножко глубже я ее не пересаживала там корешочки есть у нее не хочу двигать потому что одной рукой все все поломаю тем более она пустила цветонос корни она вот жирная пускать хороший воздушный какой корешочек пустила вверх куда-то как гадючка цвет вверх пошел и вниз пускает корешочки тоже воздушно крепкое растение и так у меня получилось два растения одного цвета вот кимоно это неудачно отделенная детка а неудачно отделенная потому что она была прикорневая сильно глубоко зажата на ней было три корешка но я ее как-то отделила и остался один корешок остальные корешки остались на мамке но она все равно выжила посмотрите и пускает новый листочек думаю она быстро зацветет это цветунья сорт хороший он такой красный пятнышками красивый сорт когда вот зацветет уже это деточка я вам точно сниму и покажу видео вот смотрите какой прелестный цветоносик уже она быстро их пускает это растение я тоже стараюсь раз в три недели удобрением не поливаю а поливаю препаратом hb101 так как я развожу этот препарат для своих реанимашек тех что покупаю новых и для реанимашек много не надо как видите чуть-чуть же им надо водички а остальное не вылить так я поливаю свои цветы и они неплохо себя ведут смотрите какой пустила цветонос цветоносик вот орхидейка вот так у меня чарлья вот моя орхидейка вот белая это большой губой беглит называется затем вот башмачок тоже тоже этим препаратом поливаю вот он уже отцветает ну второй цветоносик пустил я здесь поставила их на стоечку посмотрите какой результат видите цветоносик вот орхидейка вот так у меня чармер цветет удобрением не знаю не люблю я удобрением поливать мне понравился этот препарат и я не пользуюсь постоянно ну и пока все цветы вот начинают пускать цветоносы а те которые со старыми цветоносами продолжают свой рост наверху корневую хорошо наращивают вон еще цветоносик пускай такая у меня стоечка и стоят мои орхидейки в уголочке и все нравится и вот на окне стоят орхидейки тоже сейчас покажу как они себя чувствуют о тоже вот цветонос смотрите какой длинный пустила мощный это колода и это вот растет корешочек я тоже ждала от нее цветонос но она пустила корешочек корешочек сильный мощный красивый ну пускай будет корешочек цветочек корешочек какая разница а вот леопатра у меня тоже растет все цветы я поливаю вот это у меня реанимашка паучок такая темно-темно-красная почти черная это у меня как же ее зовут на секундочку забыла как зовут эту орхидей но ничего вспомню потом скажу она очень в ужасном состоянии я ее купила ну ее практически выбрасывали мне без за бесценок дали но я тоже экспериментирую вот я в живой мог ее посадила на дне стараюсь чтобы всегда была водичка сейчас она просохла нужно полить мог сверху сухой то есть он тянет влагу с поднизу а если палец туда ставить проверить так он немного влажный то есть влажности здесь хватает будем наблюдать за этой орхидейкой камбрия по моему точно камбрия вот когда она придет в себя или пропадет нет я не дам пропасть это грех я вам все расскажу и покажу вот у меня еще тоже башмачок вот здесь на окне здесь несколько сортов у меня башмачков вот пустил цветоносик посмотрите после моих экспериментов цветы резко опускаются в рост и выпускают цветоносики пробуйте экспериментируйте у всех получится это прошла полторы недели примерно и она выпустила вот такой резко цветонос дикий кот продолжает свое цветение его я конечно не удобряю так как при цветущих орхидеях удобрять нельзя вот он выпускает корешочки хорошая посадила его большущий горшок горшок не прозрачный с фитилем идет фитилек и вниз водичка набирается постоянно вода в этом окошке и по фитильку он пьет воду вот такой вот дикий кот прекрасный это эксперимент не повторяйте за мной это эксперимент я пробую как какой орхидейке будет лучше как и выжить вот это прекрасная красавица фиолетовая тоже неплохо себя чувствует вот такая орхидейка в корзиночке в подвешенном состоянии тоже эксперимент вот такая вот корзиночка прекрасная пассажная орхидейка она продолжает цвести и радовать своим цветением вот такие загадочные цветы и эксперименты я провожу на своих цветочках всем удачи всем пока все у них хорошо все замечательно спасибо всем за внимание подписывайтесь на мой канал оставайтесь вместе со мной до свидания